А на сегодня у нас часть 27. 2 плюс 7. Равно сколько? 27. Ставьте педали и проходите далее. Погнали! 27 часть. Не желая снова попасть в просак, она навьючила на лошадь корзины и прихватила с собой копья, жерди для волокуши, а также запас воды и еды и одежды. Заплечную корзину и юрту. Словом, все, что могло понадобиться, если возникнет экстренная ситуация. Она еще не возникла-то мне. Она и так чуть не погибла из-за своей глупой беспечности. А это бы и шо, козава, а? Да. Прежде чем усесться верхом на вине, она набросила на спину лошади кожаную шкуру новшества, которое она ввела после возвращения кобылки. И она долгое время не ездила верхом и обнаружила, что сильно натирает себе ноги с внутренней стороны. И если подстелить шкуру, то этого не происходит. О! Оттобь ей новшество! Радуясь возможности совершить прогулку, ощущая блаженство от того, что кашель наконец унялся, Эйла позволила Винне самой выбрать удобный для нее аллюр, как только они оказались среди степей. Шо ж за аллюр, велюр, а? И она спокойно сидела на спине у лошади, мечтая о том времени, когда зима закончится. Но внезапно встрепенулась, почувствовав, как напряглись мышцы Винни. Она заметила, что навстречу им движется какой-то зверь. И, судя по повадкам, это был охотник. Приближалось время, когда Винни должна была родить. И это делало ее более уязвимой, чем когда-либо. Эйла схватила за копье, хотя ей еще ни разу не доводилось вступать в схватку с пещерным львом. Но когда зверь подобрался к ним поближе, она разглядела рыжую гриву. И этот знакомый шрам на носу. Соскользнув на землю, она кинулась бегом к огромному льву. — В Эпхе, где же ты пропадал-то, а? Разве ты не знаешь, что я беспокоюсь, когда ты уходишь надолго? Где ты был? Он тоже обрадовался, увидев ее, и принялся ласкаться, чуть не сбив ее с ног. О, кака лапа! Эйла обхватила его руками за шею, почесала ему за ушами, потом под подбородком, и лев громко заурчал от удовольствия. А шо ему еще надо? Где-то неподалеку негромко зарычал другой пещерный лев. И В Эпхе сразу перестал урчать и замер в совершенно новой для Эйлы позе. Выглянув из-за его плеча, она увидела, что львица, осторожно подкрадывавшаяся к ним, остановилась, услышав рычание В Эпхе. — А-а-а, ты нашел себе пару. А я знала, что это скоро случится. Знала, что когда-нибудь у тебя появится свой, собственный Прайд. И Эйла осмотрела, чтобы выяснить, нет ли поблизости еще других львиц. А ты, ловелась ты. — Пока всего одна. — Наверное, такая же одиночка, как и ты, да? — Тебе еще придется отвоевать собственную территорию. — Ну и это уже тоже неплохо. — Когда-нибудь ты обзаведешься замечательным большим Прайдом, В Эпхе. — Обязательно. И пещерный лев слегка успокоился. Снова подошел к Эйле и ткнулся носом ей прямо в грудь. Она почесала ему лоб и на прощание порывисто обняла его. Винни отчаянно нервничала. Она привыкла к запаху В Эпхе, но запах пещерной львицы не был ей знаком. И Эйла забралась на лошадь. В Эпхе попытался подойти к ним, но она подала команду «Стоп!» — Нельзя. И он застыл на месте и затянул свое «Хнга-хнга-хнга-хнга». А затем повернулся и пошел прочь. Львица отправилась следом за ним. — Теперь он покинул нас. Насовсем, — подумала Эйла, возвращаясь обратно. — Теперь он будет жить среди себе подобных. Может, он и станет изредка навещать нас. Но уже не вернется, в отличие от Винни. И женщина наклонилась и ласково похлопала кобылку по бокам. — Какое же счастье, Винни, что ты со мной! Увидев Вэпхе с его львицей, молодая женщина принялась гадать о том, что же ждет ее в будущем. Вэпхе нашел себе пару. — А у тебя, Винни, был твой бежеребец. — Интересно, удастся ли мне найти себе мужчину? Глава семнадцатая Джандалар вышел из-под навеса и окунул взглядом засыпанную снегом террасу, в конце которой находился крутой обрыв. — Все? Прыгнуть со скалы? Все? На другом берегу реки и межвысоких скал вырисовывались округлые очертания белых выветренных холмов. Поджидавший его Дарва взмахнул рукой. Он стоял у пенька возле отвесной скалы, вздымавшейся на краю террасы, там, где Джандалар собирался делать орудия из кремня. Это открытое место было очень хорошо освещено и находилось немного в стороне, и он учел это, заботясь о том, чтобы никто случайно не наступил на один из острых осколков. Джандалар направился было к мальчику. — Джандалар, погоди минутку. — Тоналан, — проговорил он с улыбкой и подождал, пока брат не нагнал его. И они пошли рядом, ступая по плотному, слежавшемуся снегу. — Я пообещал Дарва, что научу его сегодня кое-каким хитростям. — Как? Шамио? — Гораздо лучше. Простуда проходит уже. Мы сильно воловались за нее. Она так кашляла. — Что, вот же там его не удавалось заснуть. Мы собираемся несколько расширить помещение до наступления следующей зимы. И Джандалар присмотрелся к Тоналану, предположив, что его беспечный младший брат начал тяготиться обязанностями, которые сразу же легли на его плечи после вступления в круг большой семьи. — Угу. Подымешь такое? Вынесешь? Угу. Но, судя по его виду, Тоналан был вполне спокоен и всем доволен. Внезапно на лице его расцвела радостная улыбка. — Братец, а я хочу кое-что сообщить тебе. Ты не заметил, что в последнее время Джатамио несколько округлилась? — А? — Я думал, она поправилась просто потому, что очень хорошо себя чувствует. — Угу. — Ну, я заблуждался. Великая мать вновь одарила ее. — Хм, так это ж замечательно. Я знаю, как она мечтает о ребенке. Она заметила это уже давно, но не хотела говорить мне. Боялась, что я стану беспокоиться. — Похоже, на этот раз все складывается благополучно. — Похоже. Шамут говорит, наверняка ни на что рассчитывать нельзя. Но если ничего не приключится, то она родит весной. — Джатамио уверен, что это ребенок моего духа. — И, скорее всего, она права. Подумать только. Мой брат обзавелся очагом, и скоро у него появится ребенок. — Ну, ты даешь. Тоналан улыбнулся еще шире. Он просто сиял от счастья. И Джандалар тоже не удержался от улыбки, а про себя подумал, что Тоналан прямо-таки и вне себя от гордости. А? Гордыня. Будто ему самому предстоит выносить и родить этого ребенка. И он уже это сделал. А? Гордость. — Вон там, слева, — негромко сказал Даланда, указывая на скалистый выступ в толще массивного хребта, вздымавшегося перед ними и заслонявшего собой все вокруг. Джандалар попытался приглядеться. Но открывшаяся его глазам картина глубоко потрясла его. И ему никак не удавалось сосредоточить внимание на деталях. — Что? Все? Расплывлося? Леса остались позади. Братья только что пересекли границу их распространения. Когда они только-только начинали подниматься в горы, на пути им чаще всего встречались дубовые рощи. Затем на смену им пришли буковые. Потом они оказались среди знакомых Джандалару хвойных деревьев, горных сосен, пихт и елей. Раньше ему доводилось видеть издали ничуть не менее величественные вершины, некогда вздыбившиеся и затвердевшие затем земли. Но когда они вышли из лесов, у него перехватило аж дух от восторга перед столь грандиознейшим зрелищем. Всякий раз, когда глаза его открывался подобный пейзаж, его охватывало волнение. Близость вздымающихся ввысь склонов повергла его в смятение, вызвала обострение всех чувств. Казалось, чтобы дотронуться до них, нужно только лишь вот, протяни руку. Эта внушающая трепет картина служила ярким напоминанием о временах, когда здесь вовсю бушевали стихии, когда земля аж корчилась в спазмах, сились исторгнуть на свет из набухшего чрева голые, новые скалы. Перед ним простирался могучий хребет великой матери, неприкрытый ничем, даже покровом лесов, неповторимый в своей первозданности, навюсенький. И удивительно синее небо, яркое и ровное, расплескалось синева. На его фоне цветы солнечных лучей, игравших на поверхности ледяных кристаллов, которые примерзли к выступам и краям трещин в скалах, возвышавшихся над овеваемыми ветрами альпийскими лугами, казались еще ослепительнее. Ох, описали! Ух ты! — Я вижу, вижу! — воскликнул Таналан. — Смотри, Джандалар, чуть правее, вон, он на том уступе. Джандалар перевел взгляд и увидел небольшую изящную серну, стоявшую на краю пропасти. Ее густая черная зимняя шерсть проступала на фоне летней, серо-коричневой, сливавшейся со скалами. Голову этой антилопы, похожей на козу, украшали небольшие рога с изогнутыми кончиками. — Да, теперь я его вижу, — сказал Джандалар. — А может быть, это и не он. У самок тоже есть рога, — поправил его Даланда. — Они похожи на козерогов, правда, Таналан? — Хотя несколько побольше, и рога у них подлинней. — Но с такого расстояния. — А как Зеландо не охотится на козерогов, Джандалар? — спросила молодая женщина. Ее живой любознательный взгляд светился любовью. Она была всего на несколько лет старше Дарва. И высокий мужчина со светлыми волосами поразил ее юное воображение. Она родилась среди людей племени Шамудои, но выросла у реки, поскольку ее мать перешла затем жить к мужчине из племени Рамудои. А когда в отношениях между ними наметился бесповоротный разрыв, она вернулась обратно. — Это вы, Санта-Барбара! В отличие от детей, выращенных в племени Шамудои, девушка не привыкла бродить по горам и стала проявлять интерес к охоте на серну лишь с тех пор, как узнала, что Джандалару нравятся женщины, которые ходят на охоту. — А-а-а! Вон оно шо! К собственному удивлению, она обнаружила, что это крайне увлекательное занятие. — Ну, уже это нравится, да? — Я не очень хорошо в этом разбираюсь, Рокарио! С мягкой улыбкой ответил Джандалар. Молодые девушки и раньше проявляли к нему внимание, и он не мог не заметить, как относится к нему Рокарио. Но ему не хотелось поощрять ее. Не хотелось. Среди горных отрогов, расположенных к югу и к востоку от тех мест, где мы жили, и вправду водились к озероге. Но путь туда не близкий, и мы предпочитали охотиться на равнинах. Порой во время летнего схода охотники собирались вместе и отправлялись на вылазку в горы. Я ходил с ними только ради интереса, и во всем следовал их указаниям. Ведь они намного опытнее меня. Я ж только учусь, — Рокарио. А вот Даланда, он все знает о том, как нужно охотиться на животных, обитающих в горах. И Серна одним прыжком переместилась с уступа на верхушку скалы, и преспокойно застыла там, обозревая все свои окрестности. — И как же вы охотитесь на животных, которые могут вот так прыгать? — спросил Рокарио, которые поразили изящество, легкость и уверенность движений Серны. — Как ей только удается удержаться на таком крохотном пятачке! — Когда мы будем возвращаться с добычей, Рокарио, присмотрись копытам, Серны! — Присмотрись! — ответил Даланда. — Они твердые только лишь по краям. — А внутренняя часть у них, она такая же гибкая, как и ладонь твоей руки. — А? — Именно поэтому они способны передвигаться, не подскальзываясь и не оступаясь даже. Гибкая часть копыта вплотную проникает к земле, а твердая дает устойчивость. Когда охотишься на Серны, необходимо учитывать, что они все время смотрят вниз. Они тщательно выбирают дорогу и постоянно следят за тем, что находится у них под ногами. Глаза у них расположены по бокам головы, и это позволяет им видеть все, что находится по обе стороны от них. Но того, что находится сзади, они не видят. Вот этими пользуются охотники. К ним можно подобраться сзади так, чтобы они тебя не заметили. Если ты проявишь выдержку и осторожность, тебе удастся подойти к Серне совсем близко. Так что можно будет даже притронуться к ней. — А если пока ты к ним подбираешься, они вздумают ускакать? — Прочь, — спросил Рокарио. — Вот, посмотри вон туда. — Видишь зеленые пятна среди лугов? — После долгой зимы свежая травка кажется на редкость вкусной. — Ага. — Это Серна следит за тем, не приближается ли откуда-нибудь враг. Остальные самцы и самки и детеныши прячутся среди скал и кустарников. Если там хорошие пастбища, они никуда не денутся до тех пор, пока не учуют опасность. — Да почему же мы все стоим тут и разговариваем, а? Идем дальше. — Пойдем, — сказал Дарва. — Его раздражало действительно то, что Рокарио все время старается оказаться поближе к Джандалару. — Ну, что это такое? — И кроме того, он с нетерпением ждал момента, когда они смогут начать охоту. Для него эта вылазка была отнюдь не первой. С тех пор, как Джандалар стал ходить на охоту вместе с людьми из племени Шамудои, Дарва всякий раз сопровождал его, но пока что он только учился наблюдать за животными и выслеживать их. А теперь ему разрешили попытаться убить Сиэрну. Если он добьется успеха, для него эта добыча окажется первой в жизни, и окружающие обратят на него особенное внимание. Впрочем, никто ничего от него не требовал. Если на этот раз он допустит промах, он сможет попробовать свои силы еще и еще. Охота на быстроногих животных, в условиях, которым они идеально приспособлены, дело крайне трудное. Для того, чтобы подобраться к Сиэрне на расстоянии, с которым можно совершить нападение, требовалось немалое терпение и ловкость. А если животные испугаются и обратятся в бегство, перелетая со скалы на скалу и проносясь над глубокими расселинами, то уже никто не сможет их догнать. Даланда начал сбираться по скалистому склону. Между пластами скальных пород, расположенные параллельно друг к другу, слегка наклонно залегали слои более мягких осадочных пород. Это не те же самые леса, а? А ну, напишите мне там. Леса. Которые выветрились в местах вывода выхода на поверхность. В результате образовался ряд удобных выступов, похожих на лестницу. О! Лестница! Как-то полочка, да? Чтобы подобраться к сернам сзади, охотникам предстояло одолеть тяжелый, но не опасный подъем. Для этого особых навыков не требовалось. Охотники потянулись цепочкой следом за вожаком. Я бы сказал, хвостиком. Джон Далар, собиравшийся идти последним, стоял в ожидании. Но когда уже почти все взошли на склон, он услышал оклик сиреню. Джон Далар удивился. Сиреню никогда не увлекалась охотой. И проводила все время где-нибудь поблизости от жилища. Всегда так. Что же заставило ее отправиться в такую-то даль, а? Подумал он. Когда она подошла поближе, он заметил, какое у нее выражение лица. И не на шутку встревожился. Сиреню запыхалась от быстрой ходьбы. Наконец, ей удалось слегка отдышаться. И она проговорила. Хорошо, я нашла тебя. Позови Таналана. Джетамио, схватки. И все. И больше ей ничего не удалось сказать. Приложив руки к рту, Джон Далар как закричит. Таналан. Один из охотников, поднимавшихся по склону, обернулся. И Джон Далар замахал руками, показывая, что ему нужно вернуться. Они с Сиреню так и стояли в молчании, поджидали Таналана. Джон Далару было не по себе. Ему хотелось спросить, все ли в порядке там с Джетамио. Но он почему-то никак не решался это сделать. Когда начались схватки? — спросил он, наконец. Она почувствовала боль еще ночью, но ничего не сказал это Налану. Он так радовался предстоящей охоте, и она побоялась, что он откажется от этого удовольствия, если она обо всем ему скажет. Она не была до конца уверена, что это схватки, и, по-моему, ей хотелось преподнести сюрприз и показать ему новорожденного младенца, когда он вернется, — сказала Сиреню. Она не хотела, чтобы он волновался, или сидел и ждал, пока роды не закончатся. — У меня другой вопрос. А чем они помогут? Вот вопрос. А? Ха-ха-ха. Чем? А? Бегом домой, да? Все. Помогай. Вытаскивай. Джандалар подумал, что это вполне в характере Джетамио. Вполне. Она решила избавить Таналана, который так нежно о ней заботился, от лишних тревог. И тут у него возникла мысль, мысля, от которой ему стало нехорошо. Почему же Сиреню так поспешно отправилась в горы за Таналаном, если Джетамио намеревался преподнести ему сюрприз? — Что-то случилось, верно? — Что-то случилось, верно? — сразу же спросил он. И Сиреня опустила голову, прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Ребенок развернулся перед родами головкой вверх. А у нее очень узкий таз, и ей никак не справится. — Шамут говорит, что это связано с параличом, который она перенесла. И он велел мне позвать Таналана и тебя, чтобы ты поддержал брата. — О, нет, при великой Донне, только не это. — Нет, 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 не может быть. — Почему? Почему великая мать сначала послала ей ребенка, а теперь решила забрать их обоих? Таналан метался из угла в угол по жилищу, которое служило прибежищем им с Джетамио. То и дело ударял кулаком по ладони левой руки. — Шо, поможет, да? Джандалар стоял в растерянности, понимая, что он не в силах облегчить страдания брата и может сделать только лишь одно — побыть рядом с ним. Другие оказались лишены и этой возможности. От горя Таналан впал в неистовство и выгнал всех прочь. — Джандалар, за что? — Почему великая мать лишила ее жизни? Ну, почему? Она столько выстрадала, видела так мало радости. Ну, вот за что, скажи мне? Ей хотелось родить ребенка, чтобы на свете появилось родное ей существо. Неужели такое желание могло показаться кому-то чрезмерным? — А я не знаю, Таналан. Даже Зеландони не смогла бы ответить на этот вопрос. — И почему? Почему такая жестокость, такая ужасная боль? За что ей все это? Таналан остановился перед братом и продолжал говорить, взывая к нему. — Джандалар, когда я пришел, Джатамео так мучилась, что, кажется, она даже не узнала меня. Я понял это по ее взгляду. Вот почему? Почему она умерла? Никому неизвестно, почему Великая Мать посылает в дар жизнь, а потом лишает ее. Великая Мать, Великая Мать, ей нет до нас дела. И Джатамео, и я почитали ее. И что? Что это изменило? Она отняла у меня Джатамео. — Я ненавижу эту Великую Мать. И он снова заметался из угла в угол. Джандалар. Рошарио остановилась у входа, не решаясь войти внутрь. И Джандалар вышел к ней. Что такое? Шамут вскрыл ей чрево, чтобы извлечь ребенка, после того, как Джатамео и Рошарио заморгало. Она пыталась унять слезы. Он надеялся спасти младенца. Иногда это удается сделать. Но оказалось, что уже слишком поздно. Это был мальчик. И я не знаю, стоит ли говорить об этом или нет. Решай сам, говорить ли ему. — Спасибо тебе, Рошарио. Только и сказал тот. Он заметил, как сильно она опечалена. Джатамео приходилось ей дочерью. Рошарио вырастила ее. Ухаживала за ней все то долгое время, пока Джатамео болело. И потом, когда она поправлялась, тоже. Она не отходила от нее ни на шаг, вплоть до окончания злополучных родов. Внезапно Тоналан протиснулся между ними, схватил свой старый заплечный мешок, который брал во все путешествия, и направился к тропе, проходившей у скалистой стены. — Думаю, сейчас не стоит. Я скажу ему попозже, — проговорил Джандалар и кинулся бегом за братом. — Куда это ты собрался? — спросил он, поравнявшись с ним. — А я ухожу. Мне не следовало здесь задерживаться. Мое путешествие еще не закончено, — сказал тот. — Ты не можешь, ты не можешь вот так взять и уйти прямо сейчас, — сказал Джандалар и положил руку ему на плечо. Резким движением Тоналан высвободился. — Почему же? — Разве меня что-нибудь здесь держит? — прерывающимся голосом проговорил он. Джандалар схватил его за руку и силой заставил развернуться. И посмотрел ему глаза в глаза. Лицо Тоналана так сильно исказилось от горя, что показалось Джандалару незнакомым ему. Он ощутил, какая невыносимая боль съедает душу брата. И аж содрогнулся. Порой ему случалось позавидовать Тоналану, нашедшему счастье в любви Джетамио. И он не раз задавался вопросом, какой изъян в характере мешает влюбиться ему самому. А, впрочем, может, это и к лучшему. Стоит ли мечтать о любви, если из-за нее приходится вот так вот мучиться? — Неужели ты допустишь, чтобы Джетамио и ее сына похоронили без тебя? — сказал он. — Сына, откуда ты знаешь, что это был мальчик? Шамут извлек ребенка в надежде спасти хоть его. Но было уже поздно. — А мне не нужен сын, из-за которого она умерла. — Тоналан! Тоналан! Она ведь мечтала о ребенке. Она хотела забеременеть. И обрадовалась, когда это случилось. — Ты что? — Неужели ты предпочел бы, чтобы она не изведала такого счастья и прожила бы долгую и тоскливую жизнь, не имея детей, утратив всякую надежду на то, что она когда-нибудь появится? Она познала любовь и счастье с тобою. Сначала она повстречалась с тобой. Затем великая мать послала ей ребенка. Жизнь ее была недолгой, но она говорила мне, что не смела и мечтать о том, что ей выпадает такое счастье. Она сказала, для нее нет большей радости, чем жить с тобой и знать, что она носит твоего ребенка. — Как ты смеешь после всего этого? — Она говорила мне, что это твой ребенок, Таналан. Дитя твоего духа. Возможно, великая мать знала, как может сложиться судьба Джетамио, и предпочла послать ей счастье хоть ненадолго. — Джандалар, ну давай так. Она даже не узнала меня. И голос Таналана прервался. Под конец Шамут дал ей какое-то снадобье, Таналан. Надежды на то, что она все-таки родит, уже не оставалось. Но ему удалось облегчить ее страдания. И она знала, что ты рядом с ней. — Великая мать лишила меня всего на свете. Отняла у меня Джетамио. Мою душу переполняла любовь. А теперь она пуста, Джандалар. Пустая. У меня ничего не осталось. Ну почему? Почему ее нет со мной? И Таналан пошатнулся. Джандалар кинулся к нему и поддержал его. Прижал к себе, чувствуя, как содрогаются от рыданий тела брата. Почему бы нам не вернуться, Таналан? Если мы отправимся в путь сейчас, в зиме мы уже доберемся до ледника, и весной окажемся дома. — Почему ты решил двинуться на восток? В голосе Джандалара звучала тоска по родным местам. — Возвращайся домой, Джандалар. Тебе давно надо было это сделать. Я всегда говорил, что ты — Зеландоний, и тебе надо жить в родных местах. — А я... А я пойду дальше. На восток пойду. Ты намеревался добраться до устья реки Великой Матери. Что ты станешь делать, когда окажешься у моря Беран? — А я не знаю. Может, отправлюсь дальше, по берегу моря. А может, подамся на север. И стану охотиться на мамонтов вместе с соплеменниками Толи. Мамутои говорят, что на востоке есть еще один горный хребет. — Меня не тянет домой, Джандалар. Нет, не тянет. Уж лучше отправиться на поиски чего-то нового. Пришло время, когда нам с тобой придется расстаться. Вот оно. Пришло. Твой путь лежит на запад, а мой — на восток. И все на этом. — Ну, если ты не хочешь возвращаться, почему бы тебе не остаться здесь? А? Ответь мне. — Да. — Почему бы тебе не остаться здесь, Тоналан? — сказал Доланда, вмешавшись в их разговор. А он откуда взялся-то? — И тебе тоже, Джандалар. Ни Шамудо и ни Рамудо не считают вас чужаками. Нет. Здесь живут ваши родственники и друзья. И нам будет очень грустно, если вы покинете нас. — Да, Ланда, ты же знаешь. Я был готов остаться здесь до конца жизни. Но теперь я не могу. Все здесь напоминает мне о ней. И все, понимаешь? — Мне все время кажется, что я вот-вот увижу ее. Вот-вот. Выглянет. Каждый день мне приходится заново свыкаться с мыслью о том, что я утратил ее навсегда. Мне очень жаль, но я должен уйти отсюда, хоть и знаю, что буду скучать по вас. Да, Ланда кивнул ему. Он не пытался ни на чем настаивать. И только хотел сказать, что здесь их считают членами семьи. — Когда вы отправитесь в путь? — Скоро. — Пожалуй, через пару дней, — ответил Тоналан. — Я хотел бы кое о чем договориться, Даланда. Я возьму с собой только одежду и все необходимое для путешествия. Не выделите ли вы мне небольшой челнок? — Это наверняка можно будет устроить. Значит, вы отправитесь вниз по реке, на восток. Вы не станете возвращаться к Зеландонии? — Я отправлюсь на восток, — только и сказал Тоналан. — А ты, Джандалар? — Не знаю. Я должен подумать о Сиренео и Дарва. Даланда кивнул ему. Джандалар не скрепил отношения с ней обрядом. Но, тем не менее, ему будет трудно принять решение. У высокого мужчины из племени Зеландонии были причины для того, чтобы отправиться в путь на запад или на восток. И для того, чтобы остаться, и никто не знал, что он выберет. Рошарио целый день готовит еду. По-моему, ей просто хочется чем-нибудь заняться, чтобы мысли не так сильно донимали ее, — сказал Толанда. — Ей было бы приятно, если бы вы пришли поесть с нами. Джандалар, она будет рада видеть и Сиреню, и Дарву, всех. И у нее стало бы легче на душе. Тоналан, если бы ты хоть немного поел бы, она беспокоится за тебя. Дан Джандалар почувствовал, как нелегко приходится Даланда. Все его мысли занимал только лишь Тоналан. И он не подумал о том, что обитатели пещеры тоже горюют. Джитамио выросло здесь. И Даланда наверняка заботился о ней, как о ребенке своего очага. Многие были к ней привязаны. Толи и Маркено приходили с ей родственниками. И он заметил, что Сиреню стала часто плакать. А Дарва так расстроился, что не хотел с ним разговаривать. — Я скажу Сиреню, — ответил Джандалар. — Дарва наверняка захочет прийти. Возможно, он придет один. Мне хотелось бы поговорить с Сиреню. — Скажи ему, пусть приходит, — проговорил Даланда. А про себя подумал. — Надо, чтобы мальчик остался ночевать у нас. Его матери и Джандалару потребуется время, чтобы принять какое-то решение. И мужчины ушли под навес и ненадолго завержались у огня, пылавшего в главном очаге. Они почти не разговаривали. Но им хотелось побыть еще немного вместе. Все они понимали, что в их жизни произошли перемены. И больше им уже не доведется постоять вот так вот рядом друг с другом. Все. Прошли эти времена. На террасе лежали глубокие вечерние тени. Повеяло холодом. Хотя еще было видно, как блики солнечного света играют на поверхности воды в реке. Пока они стояли у огня, им ненадолго показалось, что ничего не изменилось. Что можно позабыть о происшедшей трагедии. Ведь все так и было. Уже сгустились сумерки, и они все не трогались с места, желая продлить это мгновение. И каждый погрузился в размышления. И если бы им пришло в голову поделиться мыслями друг с другом, они обнаружили бы, что думают об одном и том же. О событиях, которые привели двух Зеландоний в пещеру Шарамудои. И о том, доведется ли им свидеться снова. — Ну что же вы сегодня идете? — спросил Рошарио, чувствуя, что не может больше ждать. Впрочем, она догадалась, как дорого для них эта возможность провести какое-то время, пусть и в безмолвном общении друг с другом. И постаралась их не беспокоить. Но тут показались Шамуд и Сиреню. Прибежал Дарва, игравший неподалеку со сверстниками. Другие люди стали собираться у главного очага, и возникшее было ощущение покоя и близости пропало. Рошарио зазвала к себе всех, в том числе и Джиндалара с Сиреню. Но те вскоре ушли. Они молча отправились к краю террасы, а затем вдоль стены к лежавшему на земле бревну, на котором можно было посидеть в час заката, наблюдая за рекою. Поразительная красота природы привела их в глубокое восхищение. Не говоря ни слова, они наслаждались, созерцали величественную картину, сотканную из разнообразных металлических оттенков. Пока расплавленный шар еще висел над горизонтом, края свинцово-серых облаков слегка осеребрились, а затем покрылись сверкающей позолотой, отражавшейся в водах реки. Огненно-красные лучи превратили золото в сияющую медь. А когда они начали угасать, облака окрасились сначала в бронзовый, а затем и в серебристый цвет. Шо же металлы, а? На смену светлому серебру пришел свинец. О, новый свинец, плюм-бум, который темнел все сильнее и сильнее. И тогда Джандалар наконец собрался с духом и повернулся к сиреню. Она действительно красива, подумал он. И жить с ней легко, и удобно, и она очень заботлива. И он открыл было рот, намереваясь заговорить. — Пойдем обратно, Джандалар, — опередив его, сказала сиреню. — Сиреню, я... мы с тобой прожили... запинаясь, — говорил он. — Тссс, — сказала Сиреню и поднесла палец губам. — Давай не будем об этом. — Пойдем обратно. В голосе ее прозвучали настойчивые нотки. — Встретившись с ней взглядом, Джандалар догадался, что в ней говорит желание. Потянувшись к ней, он взял ее за руку, прикоснулся губами к ее пальцам, а затем поцеловал ее в ладонь. Его теплые губы притронулись к ее запястью. Приподняв рукав, Джандалар поцеловал ее в ложбинку под локтем. Сиреню вздохнула, закрыла глаза и откинула голову назад. Придерживая ее за затылок, Джандалар отыскал губами ямку между ключицами, мочку уха, а потом и приоткрытый рот. Тело Сиреню напряглось, она замерла в ожидании. Он принялся целовать ее, долго, не спеша, прикасаясь языком к краям ее неба, к мягкой впадинке под языком, чувствуя, как она все плотнее и плотнее прижимается к нему. Дыхание у Сиреня участилось. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, рука ее скользнула вниз, и она почувствовала, что Джандалар объят желанием, как и она сама. — Давай вернемся, — сказала она чуть хрепловатым голосом. — Зачем? — Почему бы не остаться здесь? — спросил он. — Тогда все закончится слишком быстро. Лучше расположиться у огня, на меховых шкурах, чтобы не нужно было спешить. Им отнюдь не наскучило заниматься любовью друг с другом, но в последнее время они стали делать это как бы машинально. Они знали, что нравится каждому из них, и прибегали к испытанным способам, только лишь изредка пробовали что-то новое. Он понял, что сегодня она хочет большего, и только обрадовался этому. Придерживая ее голову обеими руками, он стал целовать ее веки, кончик носа, мягкие щеки, и легонько подул ей в ухо. Потеребил замочку, и его губы заскользили по ее шее. — Ты бы еще в глаза поцеловав. Внезапно он крепко прижал ее к себе и поцеловал ее, куда бы вы думали, прямо в губы. — Пожалуй, нам лучше вернуться с Сиреневу, — сказал он шепотом. — Как раз об этом я тебе и говорила. Рука Сиреневу обвелась вокруг пояса Джандалара, и он обнял ее за плечи, и они пошли рядышком по тропинке, огибая выступ. Впервые за все время он не стал из осторожности пропускать ее вперед, и даже не заметил, что движется по краю глубокой пропасти. Терраса погрузилась в сплошной мрак, сотканный из ночной мылы и теней. Скалистые стены загородили собой луну, и лишь кое-где в промежутках между облаками мерцались звезды. Они задержались куда дольше, чем предполагали. У главного очага уже никого не было, хотя поленья до сих пор горели ярким пламенем. Рошарио и Доланда ушли к себе. У них сидели еще какие-то люди. А поравнявшись с входом в их жилище, они увидели, что Дарва и Тоналан играют, подбрасывая вырезанные из кости фигурки. И Джандалар улыбнулся. Они с братом проводили за этой игрой долгие зимние вечера. За ней можно было просидеть хоть полночи, и она требовала сосредоточения. А значит, помогала на время забыть о многом. В жилище, где обитали Джандалар и Сиренео, было темно. Он принес дров, выложенный камнем очаг. Сходил к главному очагу за горящей головней, чтобы развести в нем огонь. А затем поставил у входа крест-накрест две доски. Все. Немае. И набросил на них большой кожаный лоскуток, чтобы отгородиться от внешнего мира. Когда он сбросил с себя верхнюю одежду, Сиренео достало чашки. Джандалар взял бурдюк с перебродившим черничным соком и разлил его по чашкам. — Ты там еще это, лепестки роз, не забудь. В его желании уже не было прежнего жара. Но надо было там остаться, шо вы сюда пришли, а? И за то время действительно, пока они возвращались, он успел кое о чем поразмыслить. Среди всех женщин, которые мне встречались, «Она выделяется красотой и страстностью», — подумал он, попивая согревающий кровь напиток. «Мне давно уже следовало скрепить наш с ней союз обрядом. Давным-давно. Может быть, она согласится отправиться со мной в родные мне места и возьмет с собой Дарва? Мы можем вернуться туда. Можем остаться здесь. Но я хочу, чтобы мы стали настоящей парой». И стоило ему принять это решение, как на душе у него сразу же стало легче. Все полегшало. Пора было внести ясность, и он обрадовался тому, что, наконец, избавился от этих сомнений. «Чтоб даже тени сомнения не было». «Именно так и нужно поступить. И это будет правильно. И почему он так долго вообще тянул с этим, а?» «Сиреню, я тут кое-что решил. Не знаю, говорил ли я тебе когда-нибудь, как много ты значишь для меня». «Не сейчас», — сказала она и отставила чашку. И обвела руками его шею, поднесла губы к его рту и тесно прижал с нему. И этот долгий, страстный поцелуй вновь пробудил в нем желание. «Опять пришло!» «Сиреню права», — подумал он. «Мы можем поговорить и попозже». Ощущая, как страсть набирает силу, он повел ее к устланному меховыми шкурами по мосту. Поленья в очаге прогорели и превратились в угольки за то время, пока он ласкал ее, вновь открывая для себя каждый из потаенных уголков ее тела. Сиреню всегда живо откликалась на его ласки, но никогда прежде она не раскрывалась перед ним так, как в этот раз. Он вновь и вновь доводил ее до высшей точки наслаждения. Но она никак не могла насытиться, никак тебе. И когда ему показалось, что силы его уже все, иссякли, она взяла инициативу на себя. И он почувствовал, как соки вновь заиграли в его теле. «Все! Все соки выжмы! Все!» Но вот, наконец, наступила эта блаженная развязка, и они откинулись на меха, погрузившись в сладкую истому. Лежа рядом, они так и заснули, не успев даже прикрыться чем-нибудь. Пламя в очаге погасло, и когда приблизился час рассвета, они проснулись от холода. Раздув тлеющие угли, сиреню развела огонь, а Джандалар, набросив на нее нижнюю рубаху, вышел, чтобы набрать воды в бурдюк. Заодно он быстренько окунулся в холодную воду, и после этого тепло, исходившее от очага, показалось ему до нельзя приятным. Он чувствовал себя бодрым, бодрачком, полным сил, бардачком. Казалось, что ему сейчас все по плечу, все. Сиреню начала разогревать камни в очаге, затем выскользнула наружу, чтобы облегчиться, и тоже вернулась вся мокрая. «У тебя зуб на зуб не попадает», — сказал Джандалар, укутывая ее в меховую шкуру. «Я заметила, что купание доставило тебе огромное удовольствие, и решила последовать твоему примеру». «Но там так холодно!» «Брррр!» — со смехом ответила она. «Чай уже почти готов. Я принесу, а ты и посиди здесь», — сказал он, подтолкнув ее к постели, а затем накрыл ее шкурами, оставив лишь щелку, в которой виднелось ее лицо. «Хе-хе, щелку!» «Было бы неплохо провести всю жизнь бок о бок с такой женщиной, как Сиреню», — сразу же подумал он. «Он какая щелка!» «Интересно, удастся ли мне уговорить ее отправиться вместе со мной?» И тут он вдруг погрустнел. «Вот если бы Тоналан согласился вернуться домой!» «Не понимаю, почему его тянет дальше, на восток?» «И он принес Сиреню горячего чая из буквицы». «Шо за буковы, а?» «Буквица!» «А ну, насыпь мне еще буков там!» «Пару буков!» «Буквица!» «Чай из буквицы!» «И налил еще чашку себе и присел на краешек помоста». «Сиреню, а ты никогда не подумывала о том, чтобы совершить путешествие?» «То есть о том, чтобы отправиться в края, где я не бывала прежде?» «И встретиться с незнакомыми мне людьми, язык которых мне непонятен?» «Нет, Джандалар, у меня никогда не возникало такого желания». «Но ведь ты владеешь языком, Зеландоний?» «Когда мы с Толей и со всеми другими решили обучить друг друга языкам, которые являются для нас родными, ты делала такие успехи, что я просто поразился тогда». «Так что тебе даже не придется осваивать новый для тебя язык?» «О чем это ты толкуешь, Джандалар?» «А?» «И он улыбнулся». «Я пытаюсь уговорить тебя». «Отправиться со мной?» «Ко мне домой?» «После того, как мы скрепим наши отношения обрядом?» «Тебе понравится?» «Понравится, Зеландоний!» «То есть как это?» «Как это после того, как мы скрепим наши отношения обрядом?» «Почему это ты решил, что мы это сделаем?» «И Джандалар ажапешил». «Разумеется, ему следовало сначала спросить, согласна ли она, а не вот так вот обрушиваться на нее сразу с вопросами о путешествии. «Женщины не любят, когда мужчины заранее уверены в том, что получат их согласие сразу же». «Тут надо все по ступенечкам постепенно. «Ты ж умеешь, Джандалар!» «И он смущенно улыбнулся. «Ну, я решил, что нам с тобой пора совершить полагающийся обряд. Нам уже давно следовало это сделать. Ты красивая, любящая женщина, Сиреню. И дарова, отличный мальчуган. Для меня будет большой честью, если он станет сыном моего очага. Но мне бы хотелось, чтобы ты согласилась вернуться вместе со мной, домой, в края, где живут Зеландонии. «Ну, если ты не захочешь, мы... мы, конечно же...» «Джандалар, такие вопросы в одиночку не решаются. Мы не станем связываться с себя обрядом. Я решил это уже давным-давно». И он аж покраснел, в конец смутился. Ему даже в голову не приходило, что Сиреню может отказать ему. Как так-то? Он всегда думал только и только о самом себе, о своих чувствах. И никак не ожидал, что она сочтет его недостойным. СОРЖЕСТВЕНИЕ СЯНОДНЫЙ СИГНАЛЫ ЗОЛОВАНЫ doo СОРЖЕСТВЕНИЕ СИГНАЛЫ Шо это за любовные истории пошли, а? Воно нам надо, цей шамудой, давай его схлопнем, да и все. А? Ты, он волен взять и поменять. Я все поменяю. Вы еще писали интересные комментарии, ребята, по поводу Тесло, как они лодки строили. Очень интересные комментарии. Там же из очага, из этого, из костей они буравчик делали. Буравчик из костей, это что же, это до чего придумать надо было? Это же вообще возможно. Как это возможно вообще? Из кости сделать сверло, по сути дела. И Тесло, вы тоже писали, что автор не знает, что такое Тесло или Тесло, как оно там. Телетелетесто. Тесло. Ну, это из тех предыдущих. А здесь дальше вот что у нас проходит. Любовные истории. Экран покажет наш. Ту-ры-ту-ры-ты-ты. В журнале Яралаш. Ту-ры-ту-ры-ты. Прррр. Все, приехали. На сегодня, ребята, шо? На сегодня все. Все эти части, последующие и предыдущие, у нас находятся в плейлисте, прям под видео. Поддержите, пропекайте, протыкайте и не забывайте поставить вашу педаль. И тут, и в начале, и вообще везде. Не забывайте. А на сегодня уже точно шо? Точно все. Споки-ноки. Чпоки-тьве. Покедва. Продолжение следует.